Продолжается программа «Утро в Петербурге». Еще раз здравствуйте. Напоминаю, что завтра уже 1 ноября. Холодно будет. Вспоминается стих. И не просто так бродить по улицам, а в холодный темный лес отправиться без шапки. Вот так советовал поэт Григорий Остер. Но шапка вообще камень преткновения для родителей, потому что очень сложно уговорить ребенка носить этот аксессуар. Да и взрослый Тимофей тоже комплексует по этому поводу. То кажется, что им не идет шапка, то прическа мнется. В общем, сейчас будем выбирать подходящий головной убор вместе с нашей гостьей Софией Кузьминой, консультантом по подбору гардеробов. София, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. По какому принципу вообще стоит подбирать шапку? Это цвет волос, форма лица, цвет глаз? Нет, тут скорее имеется в виду именно форма шапки. То есть, когда мы ходим по магазинам или выбираем онлайн, но лучше, конечно, с примеркой, обращать внимание нужно вот на эту часть, чтобы она была обязательно подвернутой. А почему? Потому что иначе шапка очень сильно прилегает к голове, и голова маленькая, непропорциональна к туловище. То есть у нас верхняя одежда большая, а голова очень маленькая. Но и вот эта часть, она создает объем. А, есть же шапки такие, но в форме носка, которые... Вот, это выглядит, голова такая очень маленькая, и туловище очень большое. Стоит их избегать. София, а все-таки есть такие люди, которым шапки категорически не идут, даже вот какой бы вы бы ни предложили? Или таких людей нет? Есть модель шапки, которая идет практически всем. Я как раз таки... А вот покажите-ка ее. Это ушанка. Эта шапка называется шапка Бини, она идет практически всем. Как? Шапка Бини называется. Бини? Да, она идет практически всем. То есть, если вот эта, она тоже с подворотом, но ее советую тоже не брать, потому что, когда вы ее натянете на голову, она тоже будет очень маленькой. Она тоненькая очень, да? Да, да, очень тоненькая. Поэтому мы обращаем внимание также на вязку. Чтобы подворот был. Да, тут вот вязка потолще, но она маленькая. Она должна быть с подворотом, вязка потолще, и следующий момент, это ткань. Ну, то есть, сама... Как-то из чего она сделана, да. То есть, вот тут в составе ангора, и у некоторых просто может быть раздражение, и голова будет чесаться. То есть, ангора, то, что нам говорили на рынке, берите ангору, сами все носим, все-таки это... Ну, там, как всегда. Это неправда, оказалось. Да, и к тому же, вот эти материалы, они очень сильно пушат наши волосы, и... Вот это, кстати, самая большая проблема для женщин. А есть ли хак? Да, какой же, скажите. А есть ли какие-то тренды, София? Ну, вот как какие-то шапки, которые в моде, не в моде, что в этом году? Как раз-таки, вот, например, нельзя ни в коем случае, вот если вот эту, в принципе, носят, но лучше не надо, она смотрится плохо, то лучше вообще не брать. Это шапки с бусинами. А можно я вас попрошу эти шапочки, вот как раз-таки, чтобы уже зрителям было понятно, что будет не очень? Уж я покажу на себе. А давайте. Я не стесняюсь, что тут уж все родные люди. Ну, вот эта шапочка, по мнению Софии, как бы не очень. Правда, не очень. Давайте другую. Синя, ну ты прекрасна, конечно, в любом образе, но это не очень. Вот эта, вроде бы, шапка должна идти всем, да? Да, но практически всем. Неплохо. Но другое дело. Как похорошела, Ксения. Свет можно выбрать любой, но желательно выбирать именно, если у вас как гардероб от цвет, или лучше яркий какой-то акцент. Мы остановились на том, какие шапки лучше не покупать. С бусинами. Вот, лучше не покупать с бусинами, со стразами, с какими-то украшательствами. А пумпон сверху. Потому что они, пумпон тоже, они очень сильно дешевят образ, и к ним очень сложно подбирать какую-то верхнюю одежду и так далее. То есть аксессуары должны быть максимально простыми, чтобы... То есть желательно, чтобы шапка была все-таки однотонная. Да, функциональная и красивая. Сейчас в нашей программе самая важная ее часть, под барабанную дробь. Лайфхак. София раскроет нам секрет, как носить шапку, чтобы волосы не пушились. Как бы нам, как бы, не эти физики, помните, с палочкой. Да, мы когда снимаем, они вот так пушатся, и есть такой лайфхак, можно использовать спрей для волос. То есть попшикать, расчесать и все. Или на этапе мытья можно использовать несмываемое средство, которое просто вот эти вот кончики все закроет. И тогда вы просто вот так по волосам проведете, и все. То есть в принципе только средство. Да. Ну то есть какие-то шапки, они менее будут, то есть вот это, она прям хорошо так распушит, а какие-то менее. Ну вот, например, вот такие. У них в составе только шерсть и полиэстер, который поддерживает... Ну, в своем случае ничего практически не произошло. Потому что там уже есть хорошее средство. Лайфхак, друзья. Я так понимаю, что если уж шапки категорически не подходят, да, кому-то, то можно и шарф превратить в шапку. Можно. Давайте попробуем. Ну что, тоже под барабанную дробь, Тимофей. Ну ладно, уже мы самый главный секрет полишинели раскрыли, поэтому... Так, мы, получается, делаем вот короткую часть сюда. Вот эту длинную заворачиваем назад. Продеваем сюда. И получается такой эффект балаклавы. То есть можно сделать вот так, прям закрыться. Да, и... Сюшенька, ну ты похожа на балярыню настоящую. Подогнуть. Где карета? Вот так. Дайте мне карету. Ну что же. Это, на самом деле, красиво. Будут закрыты и уши, и нос, и род, и будет тепло. Спасибо. А теперь, пожалуйста, снимите с меня. Ну что ж, вкатывается в новую неделю. Ксения, благодаря специалисту по подбору гардероба, Софии Кузьминой.